Здарова всем, ребята! 107-я, пробка, всё как обычно. Сегодня воскресенье, 22 число, 22 мая, воскресенье. Я вчера в пятёрке выгрузился, съездил сейчас на базу в Ногинск, нужно мне там было кое-какую карточку забрать. И еду я грузиться. Знаете, куда поедем? Ну, поедем мы с вами в Белоруссию. Шибкое желание, конечно, у меня нет туда ехать, но никто не спрашивает. Езжай. Короче, интересно, что? Вот сегодня у меня погрузка аж завтра вечером, то есть вот я вчера вечером выгрузился, вот, загрузку мне нашли только, получается. Я 21-го часа выгрузился вечером. Сегодня вот я весь день, ну, ничего не делаю, завтра весь день ничего не делаю, до 10-ти часов вечера, вот. Такие вот дела. Короче, грузимся мы, 23-го часа выгрузка аж в Минске, ну, по нашему приложению, там, 31-го, по-моему. Идеально. Охеренно, 800 километров ехать. Ну, конечно, я надеюсь, что выгрузят раньше, может, это просто, ну, в приложении такие числа стоят, типа, крайняя точка, крайнее время, но я надеюсь, что выгрузят раньше. Так что, едем в Белоруссию, едем опять за границу. В Казахстане были, посмотрели, что да как, теперь пришло время ехать в Белоруссию. Ребят, сегодня выложил ролик, спасибо вам огромное за поддержку, много комментариев пишите, чтобы я не переживал. Оп, сотрудники скажут, что тут на мотиках, короче. Чтобы я не переживал. Спасибо вам огромное за поддержку, очень ценю. вот Дмитрий задает вопрос, Саша, это страховой случай. Ребят, ну, про прицеп. Помните, я прошел ролик, сказал, что повредил прицеп. Смотрите, я вам объясню, как у нас в организации устроено. То есть, страховой, не страховой случай, это как бы другое дело. Но у нас есть фонд, ну, водительский фонд, как его там правильно назвать. Короче, мы каждый месяц даем по 400 рублей. На тот случай, на каких-то повреждения машин, где это, допустим, либо страховка не может покрыть, либо какие-то непредвиденные ситуации, такие, ну, где без страховки, грубо говоря, машина осталась. Ну, разные ситуации. По 400 рублей мы сдаем с каждого водителя. То есть, есть определенный фонд. Допустим, раз случилось, машину где-то ты повредил, не страховой этот случай, с этого фонда уже деньги идут на ремонт автомобиля. То есть, вот такой вот фонд есть. Ну, крутое дело, крутое, конечно, что это не за счет водителя делается, а за счет фонда, на которую мы сдаем. Да, может, и человек 10 лет проработать, и никаких у него ситуаций не будет. А может, и только устроиться, и бах, ну, там, машину, там, повредил, там, я не знаю. Короче, есть вот такой вот фонд. Хожу я, короче, по броницам. Деньги надо было снять. В банкомат ходил, чтобы наличка была, говорю, усехать. Погодка просто пушка. Классно. Какой спокойный городок. Пешеная, что-то нету никого. Кайф прям. Погодка классно. Где-то плюс 15, плюс 16, наверное. Фу, пришел в машину. Стою вот от броницы, с правой стороны. Туда сходил, в банкомат деньги снял, туда в перекресток сходил, продуктами затарился. То есть у меня, в принципе, я на днях прям в магазин ходил, что-то там основное покупал, но думаю, поеду раз в Белоруссию, Беларусь надо докупиться, потому что, ну, хрен его знает. Как бы кафе-то понятно есть. Ну, вот эти вот, сейчас приеду на стоянку, да, ну, не на стоянку, на загрузку. Сегодня весь день стоять, завтра весь день стоять. Короче, по пути можно и в кафе заехать. Сейчас сюда выложим, потом в холодильник разложим. Яички взял, кофе, яблоки-то у меня заканчиваются. Парочку салфетов еще. Даши раков набрал, салфеток еще взял. Так, это я кастрюшку тут взял. Жовки по акции. Еще доширак, еще доширак, еще доширак. Один доширак у меня. Соли тут взял. Вот. Баночку пивка. Гречки. Корочку водопилирую. Пивка такое у меня. Левочка безалкогольная. Так чисто, чтобы холодненько было. Вдруг иногда захочется. Безалкогольная. Ну, не иногда. Иногда хочется прям холодненького. Вот. Разложим сразу. Тут у меня тоже, тут еще салат у меня. Я вчера делал тоже. Сосиски разные. Тут колбаса. Помидоры. Огурцы. Колбаса такая. Колбаса сякая. Там еще сосиски. Морозилка у меня пустая. Вот. А здесь у меня ящики тоже тут. Кофе. Тут хлеб, короче. Доширак. Такое кофе. Лучок есть. Чисто так салатик сделать. Такое кофе еще. Ядерс. Каша есть на утро. Я вот такие ем. Разные, короче. Покупаю. Сейчас что-то не нашел в магазине. Вот такие вот дела. Пускай, как бы, пока время есть, походил по магазинам, пошарился. Докупил. Пускай лежит оно. Знаете, был у меня случай один раз. Грузился я. Кстати, потом можно будет убрать туда в лотки. Грузился я один раз. Что я туда пока загрузился. Я разок на завод приехал. Должны были загрузить меня по Шурику. Как логист говорил. Но не загрузили, короче, меня по Шурику. А у меня продуктов вообще ноль. Ну, там что-то было такое, знаете. Короче, не было ничего у меня толку, там никаких продуктов. Продуктов ноль. Встал, значит, стою. День отстоял, не грузят. Там у них что-то сломалось на заводе. Ну, там что-то поел, что было. На следующий день. Я говорю, ну, что меня грузить-то будет? Неизвестно. Может, к вечеру. Короче, я, ну, жрать-то охота. Пришлось вызывать такси. А где-то там в жопе мира грузился, в поле где-то. Пришлось вызывать такси, там, что-то тысячу либо полторы в одну сторону только такси стоило. Ну, грубо говоря, я не помню там. Вот, съездил в магазин, набрал пакетов, ой, пакетов, продуктов и вернулся. То есть, короче, все в кругленькую сумму вышло. Теперь, поэтому, видите, дошираки, не дошираки, вообще по барабану. Конечно, если их целыми днями есть, ничего хорошего с вашим желудком не будет. Ну, а так иногда можно. Вот. Где-то коробочка была под жевачки, может, выкинул. Такая синенькая. Анна, не буду свои захрома показывать. Где-то была вот штокена. Так что поехали, короче, в сторону загрузки. Пакетик вот такой две тысячи рублей. Вчера две тысячи, сегодня две тысячи, но продукты нужны с голодухи-то, чтобы они подохнут, короче. Вот в перекресток ходил в магазин сейчас. Что-то в желтую же. Да, желтые. Поехали. 107-я бронница. Шайтан какой. Погодка. 19 градусов машина показывает. Ну, вот она на солнышке стояла, поднагрелась, скорее всего. Но все равно градусов 15-16 точно есть. Прямо так жарит неплохо. Кайф. Просто кайф. Саня, что ты, наверное, встань в правую. Да не, она сейчас закончится. Да ладно там. Никому я не мешаюсь. Навигатор меня, короче, все время пытается вывести на ЦКАТ на платную дорогу. Ну, ладно, я, в принципе, знаю, куда ехать. Вот все. Прямо идет. Идет до четверки нам до М4 и потом на разворот по 107 до М4 и потом хуякс и ушел в сторону Ростова там где-то мне грузиться. Видите, а он все пытается меня увести на ЦКАТ на платку. М5 направо. А, он через этот хочет меня. Да-да-да-да-да. Так, газельваген. Давай-ка, папка проедет. Вон, уже сужение. чуть-чуть-чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть-чуть. Он там налево поворачивает. Ну, ты, типа, собрал через сплошную еще, что ли. Нет, там прерывистая. Ладно, нам хоть пропустили вот этот красавец-дядь, на ларбусе пропустил. приехал я на погрузку в ступино так легковые налево грузовые прямо вот сюда на парковку наверное короче то у марс шоколадки тут корма для животных всякая такая штука я походу первый из четырех машин но может быть здесь не здесь погрузка то есть я как-то тоже приезжал в ульяновский там два склада то есть сейчас может меня еще развернут куда-то туда там дальше навигатор меня сюда мой привел каргаран меня заводит с той стороны но наши рабочие приложения и ошибка на него не ориентируясь там просто еще до есть какой-то завод сейчас мы встанем будем узнавать даст если стоянка конечно такая что-то в себе небольшая сюда за рулево под на две машины они это вот как раз для меня еще одно место приехал я короче меня говорят заезжай грузить чё ты говорит это тяга 23 вечером я буду ну да я говорю наверно сейчас выгоните меня отскажите вали отсюда что-то три места стоять всего не горит сейчас позвоним позвонили как заезжают грузится доедет если меня еще и выгрузят не 31 часа потому что это цирк это на 800 километров неделю этот но на реально цирк со меня еще и выгрузят раньше но будет конечно неплохо сейчас вроде как должны загрузить здесь на территории не курить плиткой пользоваться тоже нельзя не в машине не на улице нигде не ремонтироваться ничего нельзя делать надо соблюдать эти правила чтобы проблем не было но курить как бы проблем у меня нет я прям к счастью бросил сейчас я не знаю сколько 150 200 наверное сигарета стоит как бы это по деньгам то конечно ощутимо так я не знаю тут еще на нас снимать нельзя но мы так ничего тут внутреннего снимать не будем скот готовы продукции на право тут что снимать то по сути подъехал крампи загрузился и уехал ладно гараж пожарной машины и машины скорой помощи представляете да тут еще есть пожарная машина скорая помощь прикольно вот это видите ограничитель висит то есть если ты не задел значит впереди вот этот пешеходный массив проедешь спокойно на четыре с половиной то проходу ребята я загрузился тут снимать особо нельзя жду документы вчера вечером загрузился короче хожу тут сейчас делами занимаюсь вот где колпачки вот они были вот прям вот недавно я что-то делал они были вот этого точно не было да вот этот он давно уже потеряны я все что-то как-то забываю заехать магазин приобрести его но вот эти вот прям на днях были вот насколько надо быть мразью вот я вам вот серьезно говорю не могли они просто так вот взять ее два штуки вот отсюда потеряться вот насколько надо быть мразью чтобы подойти вот насколько вот он стоит 50 рублей не знаю туша фирменный может 200 рублей надо подойти и дернуть этот водную процедуру делаю стекла окраина готовлюсь к рейсу ну что дорогие друзья отправляемся мы в белоруссию загрузились время пол шесть доходит я первым выезжаю за мной вот манон ели документы сейчас у него пломбус верит и поедем короче снимать ну как бы ничего нельзя было да особо и нечего были небольшие там проблемы с документами так что сегодня 20 четвертый уже 24 мая стояли мы здесь два дня на погрузке выехал два дня мы тут проторчали конечно ужасно две машины мы вот загрузились да еще там вот наша партия четыре машины две еще там сегодня после обеда они получат документы будут выезжать мы сейчас стронулись для чего потому что нам еще нужно будет протянуть якобы типа тихосмотр диагностическую карту сделать это в камешково по моему ну короче смоленской области мы крутим две машины выдвигаемся ужасное состояние потому что толком не спала все почему потому что режим сбился я вчера то что ну мы днем ходили там что чем-то там занимались там общались потом я вечером уснул часов 8 и вот проснулся в час ночи и все и сна то больше нет и провалялся я до пяти а договорились пол шестого подъем в 6 выезжаем и вот я провалялся до пяти где-то до пол пятого и только конечно когда я уснул прозвенел будильник но раз уже договорились договор дороже денег так что едем ужасно состояние короче сегодня в планах ну опять же это в наших планах а тут очень все непредсказуемо мы хотим сегодня все дела сделать тут как что-то не может повороте включить я бы уже выехал и не тормозил наших планов короче сегодня пройти техосмотр встретиться с ребятами мы надеемся что мы пока проходим просто у них есть техосмотр у виталий нету паши есть виталий виталий тоже нужно нужно проходить он вольвочка тоже наше стоит видимо тоже документы ждет сейчас чуть позже расскажу про цирк блин гола не соображает ничего извиняюсь конечно ладно все мысль потерял вольву увидел короче едем мы сейчас вдвоем потом с пацанами собираемся вроде как хотим вместе границу пройти ну там все далее по пути будет магнит или пятерка где-то остановимся ладно да конечно остановимся так что короче действуем по факту сейчас нам где-то а я адрес-то бил блин дурак надо сейчас перебью адрес то я прям до места выгрузки это 810 километров уже до складов в минске я вел она уже нужно будет в этот в камешком по моему на техосмотр короче извиняюсь за то что туплю сейчас будем приходить себя яблочки погрузим у принятам и будем двигаться в смысле ехать на капец в минск белоруссия встречай вышли на м4 сейчас до 108 будем уходить налево и до трассы м1 впервые поеду по трассе м1 то есть никогда в жизни вообще не ездил белоруссию ну и в ту сторону кто-то мне написал типа блин саня как бы ну классно что там то в казахстан то белоруссии на самом деле ребят я меня не стоит на то чтобы ездить короче на на загранку у меня нет особого желания но в принципе вообще никакого душа в вообще никого не желания потому что ну вы сами понимаете 2 дня грузился не дай бог в колейку стать на границе потом непонятно что с выгрузкой и тем более сыр бороды постоянный ну не особо не лежит конечно один раз есть можно посмотреть я съездил как бы в казахстану вкус она это недалеко если в принципе я понял человек как границы как проходить уже мне маленько попроще я уже имею представлять допустим вот ребята кто-то там еще впервые так что интересно все равно видите белоруссия не считают у прям да когда какая-то заграница брать и депти опустил но у меня автобусе слева идет не считаешь это прям какая-то заграница прям далеко-далеку дал знаете как-то допустим там той какой-нибудь и так далее но здесь здесь она надо посмотреть как люди живут ну что ребят ну что ребята вот и доехали мы до трассы м1 уходим со стороны дороги с трассы 108 108 на минское шоссе сейчас налево будем уходить нужно будет на газпром сейчас заскочить машины заправить и будем двигаться короче до каменки мне 273 километра все нужно будет заскочить продукты вот у меня видите у меня стоит сразу магазины по пути чтобы мы смогли зайти время еще через полчаса только откроется в мажайске где-то вот они пятерочки есть нужно будет где-то найти место если будет вот короче прям стоит у меня на техосмотр приближая виде техосмотр то есть едем правильность вот трассы м1 первый раз поет по моему я по этой трассе может быть и куда-то ездил до минска 608 километров до москвы 70 заезжаем на газпром на заправку и тот там он прям очень четко пятерка 9 а вон там вон там вон там пятерочка можно будет зайти за продуктами то есть как раз будет время 98 42 сейчас время пока мы заправимся и и откроют и мы сходим еще продуктами затаримся короче все в елку так как чё за бензовод стоит стопудово солярку сливает классная заправка заправились есть место встать чтобы сходить там за человеком и пятерку потом назад отъехали все и на выезд а но все два года дядьки все машины заправлены мы заправили сами сходили тут столов какая-то перекусили пола за 500 рублей дороговатенькая конечно столовка не все выезжаем отман он выруливает на свои чистые машинки на агинских помыл аж колеса натюрли прям отлично помыли короче я первый еду поехали сейчас подождем пока вырулит чтобы твоим первым конечно ехать как бы попроще то есть ты все видишь где надо остановился обогнал первому прочь последнего вообще самое тяжелое то если я когда после четыре машины постоянно приходится догонять но если как бы держаться все вместе подожду чтобы он не торопился так вот что два года по моему дядьки она поехали доброй нам дороге рацию добавлю минское шоссе трасса м1 как раз сейчас мы выйдем по красоте дорожка разбитенько 261 километр нам до каменки до прохождения заехал я ребята в смоленскую область двигаюсь по трассе м1 когда выйдет кстати этот ролик пока не знаю то есть опять наверно займет какое-то время потому что там роуминги и так далее возможно получится так что я быстро выгружусь и выскочу обратно быстро ролик выйдет то есть на днях возможно нет то есть короче посмотрим просили я в комментариях читал чтобы почаще я в инстаграм что-нибудь выкладывал ну типа stories и где-то катаюсь вот буду стараться сегодня уже выложил что поехал короче в минск кто не в курсе инстаграм вот он мой как бы ну я захожу бывает он конечно что-то потупливает но через выпилен захожу иногда короче кто сидит в инстаграме подписывайтесь буду выкладывать стараться стараться выкладывать что-нибудь поездок человек трусь может кто-то местный там в минске будет подскочит где этом на выгрузке поздороваемся чайку там попьем 161 километр погодка шикардосная 14 градусов на улице еду на круизе с кайфом вон он сзади идет прям вообще вот нравится как бы знаете безнапряжно едешь вот спокойненько бывает в парах конечно когда в 4-5 машин вообще тяжело ехать потому что то одному надо заехать там на заправках это все долго в две машины самое то две ну три мне кажется максимум но конечно когда допустим вот сейчас были мы все вместе загружены конечно всей бригадой бы пошли хоть четыре машины хоть двадцать пять машин зато когда границу проходишь впервые да вот ты ничего не знаешь лучше втроем пятером чем больше народу тем лучше потому что один что-то прослушал зато второй услышал вот и короче так все равно проще там договориться там чего кого у нас тут почечки какие-то маленько по середке возьмем по правой полосе проходите он на разворот идет заехали мы короче в каменку вон там наверно тех осмотра делают желтое здание но в 6 часов как бы нас записали надеюсь получится пораньше пройти время потому что половина второго пылище его поднимает хотя вроде еду аккуратно плюс двадцать один на улице и нас даже подходить не пришлось видимо я по номеру уже определил вот машин пальцем катю сюда вставай смолинский рядом с тобой я тут встану коллеги в продаже отличное дизельное топливо да что вы говорите а охренеть от машин что он что встала рядышком то или он прям за мной хочет что ли а все прибыли сейчас пойдем скажем что мы приехали надеюсь нас пораньше запустят еще там скамеечка подъехала тюменский все ребята тихосмотр пройден на скамеечка будет заходить на 6 часов должен был я заезжать но пораньше запустили чистый чистый-чистый какой 0.19 у меня раньше помните белая была 0.19 а что а тут РФ 0.19 у меня буквы были Рома 0.19 Катя Катя а тут Рома 0.19 Маша Валя так что сейчас наверное отъедем в сторонку вон туда и как он сделать ему прицеп только нужно делать и поедем вон там а вон там и вон там и и и